МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал ВИДНОЕ ТВ продолжает свою работу в прямом эфире. У нас небольшие изменения. Вместо Игоря Винокурова к нам в студию пришел Максим Шмелев, консультант территориального отдела номер 25 Госадомтехнадзора Московской области. Максим Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Тема нашего эфира – это месячник благоустройства на территории Московской области. И именно вы осуществляли контроль по Ленинскому району в рамках месячника благоустройства? Да, совершенно верно. Для начала я предлагаю посмотреть сюжет. 23 апреля во всех муниципалитетах Подмосковья прошел субботник под лозунгом «Чистый двор – чистая совесть». Наша съемочная группа была на улице Ольховая, где уборка проходила под руководством главы района. Я думаю, давайте посмотрим сюжет. Посмотрим. Олег Хромов, говоря о важности проведения таких мероприятий, отметил, что субботник, как прививка, он создает иммунитет от бездумных действий по отношению к предметам, ставшими ненужными. Ведь те, кто затратил собственные силы на общее благо, никогда не станут мусорить. В шестом микрорайоне в борьбу за чистоту вступили более ста человек. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, приняв участие в субботнике, вышел с инициативой разделять отходы. Это французский вариант, самый простой вариант. То есть для раздельного сбора мусора делают отдельный контейнер для всех бутылок, для всех упаковок и так далее. Потом это вводится сортироваться на отдельную территорию, в промышленную зону. Должен, наверное, приучать наших граждан, жителей Подмосковья, раздельно собирать мусор. С этой инициативы в любом случае мы выходим. И с 1 января мы уже будем это инкорпорировать во все управляющие компании. Муниципалитет, управляющие организации, которые будут раздельно собирать отходы, мусор, и будут за этим очень внимательно следить, то тариф мы предлагаем сделать ниже, чем тем организациям, которые будут в одну кучу собирать. Участники субботника сортировали мусор по разным пакетам. Данный процесс позволяет подарить отходам вторую жизнь. Также были демонтированы несанкционированные рекламные конструкции и убраны сухие деревья. Мы сегодня работаем не только на территории, которая находится в муниципальной собственности, но в том числе зашли в Гослесфонд. И с помощью как раз наших представителей подольского лесничества делаем и вырубку аварийных деревьев, сухостойных. Помимо уборки в сквере был повешен скворечник. Один из трехсот, сделанных из главной новогодней ели страны. После январских праздников кремлевская елка была демонтирована и транспортирована в Истру, где из нее сделали кормушки для птиц. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Максим Александрович, ну какие итоги можно было подвести? Наверное, не только этого дня, но и за весь месяц. Ну, субботник прошел в Ленинском районе положительно. Территория в больших объемах убралась. То есть динамика с прошлыми годами заметна, и она заметна налицо. Всего жителей вышло порядка, ну жителей, организаций, с администрацией сотрудников, вышло порядка 15 тысяч человек. То есть убрали достаточно серьезные территории, вывезли мусора порядка двух тысяч тонн. Убирали лесные массивы, внутридворовые территории. Помимо тех территорий, которые жители свои убирали, администрации знали, какие территории необходимо убирать, часть проблемных территорий направлялась нашим отделом на имя главы района. И туда тоже так же направлялись коллективы для уборки данных территорий. То есть те вопросы, проблемы, которые указывали мы в своих материалах, все было выполнено. Уборка прошла полностью по всей территории района, то есть были охвачены все сельские и городские поселения. Во всех сельских и городских поселениях субботник проходил активно. Конечно, хотелось бы, чтобы граждане выходили более активно, в большем количестве. Но то, что есть. Думаю, сознание граждан с каждым годом все лучше и лучше будет. А субботников официально же было 4 дня, да? Да. Но как инспекторы контролировали со стороны Государственного технадзора? Ну, помимо тех массовых дней уборки территорий, нашим территориальным отделом в течение месяца было, в течение проведения данного месячника благоустройства, было проверено более 200 объектов поднадзорных. На них было выявлено половина нарушений, то есть 50% объектов были с нарушениями. Были приняты меры административного воздействия, выдавались предписания. И на данный момент где-то процентов 90 из тех нарушений, которые мы выявили, уже устранены. То есть собственники и хозяйствующие субъекты, и граждане, то есть активно устраняли данные нарушения, те, которые мы выявляли во время месячника благоустройства. То есть работа велась более активно, да, чем в обычное время, имею в виду во время месячника благоустройства? Наверное, все-таки сознание граждан весной более активизировалось. И работа, которая проводилась с гражданами тоже. Ну вот я говорю со стороны Госадомтехнадзора. Ну что-то изменилось, как-то уже сточились правила? Больше было выездов, рейдов, то есть вам же надо было как-то это контролировать? Во время месячника, ну я думаю, ненамного усилился. То есть мы работали в штатном режиме, то есть как обычно в соответствии с планом, со своим календаром. Но охват старались сделать больше, чтобы привести все-таки район в надлежащее состояние в более сжатые сроки. Какие проходили рейды? То есть они же как-то отдельно должны были быть? Или какие-то новые появились ли? У нас в протяженное время идет рейд операции «Дорога». То есть мы смотрим состояние дорог, объектов, находящихся в полосе отвода, автомобильных дорог. То есть федерального назначения, регионального и муниципального. Мы смотрим по размещению информационных средств. Это вдоль дороги? Вдоль дорог. То же, как на деревьях везде размещают. Очень много информационного мусора, который размещается. Также размещается на зданиях кафе, автозаправочных станциях, информационных средствах, на которые не получены разрешения на их размещение. Мы собственников обязывали приводить их в надлежащее состояние. То есть либо согласовывать, либо устранять. Что, в принципе, без всяких сопротивлений делалось. Чаще всего просто информационные средства ликвидировались. Собственниками самими. На данный момент, особенно дни в преддверии Пасхи, мы проводим осмотр подъездных путей к кладбищам, к церквям. То есть состояние их на территории. То есть уже проводился этот рейд или будет еще? Нет, мы проводили этот рейд. Регулярно проводится? Да, то есть посмотрели, выявили тоже ряд нарушений на территориях кладбищ, непосредственно на прилегающих к ним территорий. Потому что по некоторым территориям кладбищ территории были в порядок приведены, но они не успели вывезти мусор оттуда, тот, который собирали. То есть, ну, так я повторюсь, то что ситуация такая в более положительном ключе находится. Так, а про парковочные места, вот именно какие были нарушения, то есть какие выявили, именно, да, когда, например, убирались люди, и то есть вы приезжали, но как бы автовладельцы так и оставляли. Даже во время субботников, когда находились там, то, что видели сами о том, что гражданам, вот гражданам предупреждали, будут проводиться субботники. Все прекрасно об этом знают. Будет подходить техника. Машины стоят. Хорошо еще вот оставляют в местах, где не запрещено законодательством. Так они умудряются еще их также оставить на газоны, то есть в два ряда, в три ряда. Техника, соответственно, и граждане готовы убрать мусор, но те же бревна тащить им несподручен через все, и техника, соответственно, также подъехать не может. То есть вот такие вопросы были. Дожидались во время субботников, когда граждане выйдут, старших по дому находили, старшие по дому вызывали все-таки граждана, убирали машины, вот такими путями все-таки убирали. То есть убирали машину, да, все-таки добивались такого? Ну, опять же, весной чаще всего у нас бывает проблемный вопрос, когда газоны начинают, трава начинает сходить, нерадивые собственники транспортных средств начинают ставить их на газоны. То есть вроде и ждут то, что должна появиться трава, чтобы все было зеленое, а дворы остаются серыми из-за того, что все просто-напросто укатано. Вот. И мы ездим тоже, постоянные рейды делаем. То есть это, наверное, наиболее частые рейды у вас? Ну, практически у нас не бывает там недели, чтобы неужели. Ну, в неделю по два-три дня, то есть мы все равно ездим, потому что за редким исключением то, что не попадаются одни и те же. Чаще всего бывает так, что граждане одни и те же прямо вот ставят в одном и том же месте. Печально, но... Максим Александрович, у нас вопрос от телезрителя. Какое предусмотрено наказание за парковку автомобиля в неположенном месте? По действующему законодательству мы не приглашаем уже собственников транспортных средств к себе для рассмотрения протокола и составления его. Делаем во время осмотра с учетом, с помощью приборов фотофиксации фиксируем размещение их на газонах, на детских площадках, на участках, где кроны деревьев размещаются, потому что тоже пагубно действуют. Делаем запрос в ГИБДД и по материалам, полученным от них, на собственное транспортное средство, мы составляем протокол и направляем его уже собственнику транспортного средства по почте. А по закону там штраф идет от 1000 до 4000 рублей. То есть штрафные санкции. У нас есть сюжет, который как раз посвящен незаконным парковкам на газонах. С наступлением весны к административно-техническим инспекторам все чаще обращаются граждане с просьбой разобраться с незаконными парковками. Ведь водители без стеснения ставят свои автомобили на газоны и детские площадки. Если зимой эти участки защищены сугробами, то весной и летом зоны отдыха превращаются в стоянки для машин. Сотрудники Госадомтехнадзора побывали на проспекте Ленинского комсомола в отворе дома номер 52, где такая проблема существует уже более 10 лет. На протяжении 10 лет пытаемся писать, вернее не пытаемся, пишем заявление, чтобы сделали нам стоянку. А результата нету никакого. А штрафы приходят. За что? Куда стоять машины? Знаки понавешали на дорогах. Штрафы приходят. Здесь штрафы приходят. Как нам быть? Сделайте, пожалуйста, стоянку. Уже не раз в социальные сети попадает информация, где жители этого дома жалуются на своих соседей, которые ставят машину на газон. Как объясняет Дмитрий, дворовая территория совершенно не предусмотрена для парковки большого количества автомобилей. И у водителей просто нет другого выхода, как нарушать закон. А некоторые даже резервируют на газонах места, ставят ограждения и перекрывают цепочками. Успокаивают только одно. Придомовая территория входит в план благоустройства на 2016 год, предусматривающий увеличение парковочных мест. Выявили мы машины, это порядка около 50, то они все будут занесены в наш реестр и будет назначено все административное изыскание за стоянку на газоне. И не важно, что нет травы, но это уже траву заездили машинами. Самое главное – это стоянка на газоне. Подобная ситуация и во дворе соседнего дома. Мы будем следить за ситуацией с такими парковками и обратимся к администрации Ленинского района, что жителям этого дома ставить автомобили негде. Аналогичная проблема была в проспекте Ленинского комсомола, дом 36. В том году сделали кармашек для автомобилей, и сейчас как раз местные жители этого дома могут спокойно парковаться в этом кармашке. Достаточно для всех мест. Обращаются жители не только отсюда. У нас по городу Видного самое большое еще тоже идет обращение. Это с улицы Завидной, Фокина, где новые микрорайоны, где машин очень много, но не предусмотрены парковочные места. Данная проверка проходила в рамках месячника благоустройства на территории Ленинского района. Но сотрудники Госадмотехнадзора периодически выезжают как по звонкам жителей, так и в профилактические рейды. Все нарушения фиксируются и производится наказание в виде административного штрафа. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Максим Александрович, это проблемный участок, проблемная часть города. Старые дома и дворы не предусмотрены для такого количества автомобилей для парковки. Ну, с проспектом Ленинского комсомола, да. То есть у нас чаще всего инспекторы ездят именно вот в эти дворы, потому что жители жалуются, жители стараются выходить, обустроить свои дворы, высаживают газонную траву, занимаются этим, но вечером приезжают соседи, которые ставят все это обратно, и их работу на нет сводят. То есть, ну, а какие вообще продвижения в этом есть? То есть будут делать там парковку? Или как вот быть? Вот в сюжете владелец жаловался, что уже практически 10 лет они пытаются добиться? Ну, это вопросы, все-таки относятся к вопросам благоустройства, и вот насколько известно, этим вопросом занимается непосредственно администрация района. То есть... Ну, пока... Вот по-хорошему, вот и вот насколько просто известно, оно в плане благоустройства вот эти внутридворовые территории стоят. То есть ими занимаются, и то, что этот данный вопрос является проблемным, об этом тоже знают. А еще какие в городе проблемные участки? Именно по парковкам? Новые микрорайоны с новой застройкой. То есть... То есть выезжаете туда? Микрорайон, да. Вот Купеленко, Завидная, Гульца. Квартир много, собственников много, а места для размещения транспортных средств, они там единичные. То есть... Тоже с этим большие проблемы. И по... Вот по всему району, если смотреть, вот где имеется многоэтажная застройка, там возникают именно вот проблемы с размещением транспортных средств. Потому что, ну, в принципе, у многих не одно транспортное средство в семье. И поэтому размещать просто банально негде. и кто где может, к сожалению, к сожалению, нарушают, ставят. А как быть, когда резервируют себе место? То есть сами ставят ограждение, вот цепочки, как мы видели. Ну, опять же, это противозаконно. Это уже другой штраф? Это совершенно, да. Это совсем другие санкции. То есть там на граждан идет штраф до 5 тысяч рублей. Мы тоже неоднократно выезжали, совместные рейды тогда проводили. И чаще всего приезжая либо с управляющей компанией, либо находя собственников, предлагаем ликвидировать данные сооружения. Если собственники добровольно это не устранят, то все все вот эти ограждения искусственные, они срезаются, демонтируются и вывозятся. Потому что, я еще раз повторюсь, это незаконно. Можно делать какие-то отдельные парковочные места, но опять же, после, только после согласования с органами местного самоуправления. В рамках действующего законодательства, конечно. То есть это во дворе дома можно организовать свою стоянку? По закону? По закону, если администрация будет согласовывать, потому что есть определенные места для инвалидов. Администрации согласовывают эти места именно для лиц с ограниченными возможностями. Потому что они фактически не могут ездить и искать либо размещать свои транспортные средства дальше от подъезда. то есть вот такие случаи есть. Вопрос от жителей по улице Школьная 62 дом окружен машинами. Как быть, что делать? Вот какие действия жителей? Окружен машинами? Наверное, не проехать. Ну, если транспортные средства, опять же, повторюсь, если транспортные средства размещены на газоне, на детской площадке, на участке с зелеными насаждениями, то мы к этому принимаем меры, то есть меры административного воздействия. Если же транспортные средства стоят либо на тротуаре, либо на асфальте, на обочине, и запрещающего знака нет, то есть мы здесь, это не наша компетенция, то есть не входит в компетенцию госантехнодзора, это уже компетенция ГИБДД. Ну, а на улице школьная часто выезжаете? Там тоже старые дома есть, эти старые дворы. Перечислять список внутридворовых территорий можно достаточно долго. Ну, там действительно есть проблемы, жители обращаются. Если размещаются на газоне, то это проблема. И мы все-таки стараемся с этим бороться, то есть привлекать. Многие процентов, наверное, 60 граждан, они все-таки после первого административного штрафа, по данным правонарушения, они стараются уже транспортные средства там не размещать. жители того же дома по улице Школьная спрашивают в подъезде постоянно, кто-то выбрасывает мусор. Мы ответственные жители, ежедневно убираем его, но на следующий день все повторяется снова. Подскажите, как с этим бороться? Вопросы содержания жилого фонда входят в компетенцию государственной жилищной инспекции московской области. Потому что в компетенцию госсамтехнодзора входит состояние содержания территории общего пользования массовой общей людей. Хорошо. Максим Александрович, наверное, сейчас теплое время года и будет рейд по детским площадкам, по состоянию. А детские площадки мы не прекращали. То есть это круглогодично? Мероприятие за детскими площадками они в главном управлении стоят первоочередные. То есть безопасность детей это все-таки превыше всего. И по ним, по детским и по физкультурно-оздоровительным площадкам мы надзорные мероприятия проводим круглый год. То есть независимо какие-то операции проходят или не проходят. Это у нас приоритет. То есть проходил недавно какой-то рейд? Да. То есть у нас как такового уже даже рейда нет. мы то есть весь инспекторский состав прекрасно знает то, что на поднадзорной территории детские площадки должны содержаться в надлежащем состоянии. То есть даже во время осмотра внутридворовых территорий инспектор проходит, все равно подойдет и посмотрит детскую площадку, в каком состоянии она находится. Если вдруг какие-то нарушения на детской площадке выявляются, то незамедлительно принимаются меры по устранению выявленных нарушений. А куда эти нарушения? То есть эти штрафы идут кому? По детским площадкам? В бюджет в области. то есть а много старых детских площадок сейчас на территории района? Ну точно в количестве я вам не скажу, но остались еще. Такие остались, да? Да, но опять же с прошлым годом по даже городскому поселению виднее очень большое количество старых площадок морально устаревших они были демонтированы. Так, ну а все-таки наверное вернемся в летнее время, да? То есть я знаю, что часто проходят рейды под названием дачники, да? Как раз мы с вами даже ездили на один рейд как раз именно по садовническим товариществам. У нас часть с начала мая месяца. С начала мая месяца, да? С начала вот с майских праздников как только начинается заезд на территорию садовых товариществ у нас проходят операции то есть дачники и засада и у нас идут параллельно потому что помимо проверки садовых некоммерческих товарищей товарищей вот мы проводим засады а засады это что такое подробнее для наших зрителей очень часто садоводы выезжая с территории своих товарищей мусор не оставляют в отведенной месте на территории товарищества а везут его как правило либо к себе домой как часто все говорят а фактически выбрасывая на обочину дороги либо на автобусный павильон один выбор автобусный павильон два через полчаса там получается уже свалка мусора вот таких нерадивых граждан мы ловим как раз ну то есть получается поймать конечно получается получается и граждане говорят и не виноваты вроде и стыдно но по крайней мере те граждане которые выбрасывают мусор они его бережно забирают с собой сразу и везут уже надеемся к себе домой а не в соседний район а то есть штраф за это не платят если они заберут мусор обратно если они сбросили мусор то есть в данном случае совершен факт административного правонарушения за это полагается административная ответственность административная ответственность за это идет от 4 тысяч рублей то есть если гражданин сбросил мусор то он однозначно будет подвержен административному наказанию так хорошо а с дачниками какие проводят проводятся ли какие-то беседы или какие еще мероприятия ну чаще всего мусора то есть вывоза мусора наверное что еще вы знаете чаще всего представители администрации по своим сельским городским поселениям определенные дни вот перед заездом в основном массового потока жителей собирают всех председателей которые находят садовое товарищество чьи находятся на территории данного допустим поселения они собирают всех в администрации приглашают нашего инспектора и мы проводим совещания там чаще тоже так же приглашают познадзор и организацию по вывозу мусора и мы объясняем то есть в течение данные совещания они проводятся ежегодно и мы обновляем информацию для председателей садовых товариществ что можно что нельзя объясняем то что должны у них размещаться на территории садового товарищества контейнерной площадки то что они должны окашивать свою территорию то что должны следить за прилегающей территорией у себя то что граждане их не ни в коем случае не должны вывозить мусор за границы своего садового товарищества что запрещено сжигать мусор запрещено его захоронение мусора осуществлять. Вот эти требования мы доводим до председателей садовых товарищей. А они уже в свое время разъясняют до граждан, до членов товарищества его. Бывают такие садовые товарищи, в которые председатели просят, чтобы во время проведения операции, допустим, дачники, мы провели совещание непосредственно с членами садового товарищества, потому что бывают такие товарищества, которые либо председателю своему не верят, но это уже работа правления товарищества. Но, тем не менее, мы проводим тоже так же совещание, доводим до информацию по действующему законодательству до посредственно садоводов уже. В цель того, чтобы предупредить факты административных правонарушений. То есть часто обращаются туда именно, потому что не доверяют председателю. Единичные случаи. Единичные случаи, чаще всего это бывает в новых товариществах, то есть товариществ индивидуальной застройки, вот это происходит чаще. Те садовые товарищества, которые длительное время находятся, там, как правило, таких вот вопросов не возникает. Вот, то есть там правления работают в правильном направлении, но, к сожалению, без нарушений все-таки не обходятся, потому что многие не обращают внимания за прилегающие свои территории, многие начинают, как у нас проблемные вопросы, вот в весеннее время траву жечь, потом бегают, что делать, все горит кругом. Отвечают за это садовые товарищества, а штрафы серьезные, что касается вопросов сжигания мусора, там достаточно серьезные административные санкции. Максим Александрович, сотрудники Госадомтехнадзора обращаются к подрастающему поколению в виде уроков чистоты. Да. То есть они проходят достаточно регулярно. Ну, раз в год уроки чистоты проводятся. Наши корреспонденты побывали в Видновской школе номер один. Мы подготовили сюжет, давайте посмотрим. Госадомтехнадзор с надзорными мероприятиями к будущему поколению нашего района. Инспектор по чистоте о чистоте рассказывает в теории. Начинает издалека с апрельского указа Петра Первого. Важный документ, 1699 года впервые обязал столичных жителей мусор и помои на улице не выбрасывать. Это приурочено естественно к месячнику благоустройства, которое проходит на всей территории области и естественно в Ленинском районе. Это субботники, это наведение чистоты каждого в своем доме, наведение чистоты на той территории, на которой они играют, на той территории, в которой ходят в школу. Ребятам предлагают в игровой форме вспомнить о проблемах своего двора, обозначить эти проблемы и подумать, как самостоятельно возможно их решить. Урок не без помощников. К школьникам пришли активисты молодой гвардии Ленинского района. Накидываем предложения, накидываем сначала как раз те трудные моменты, те проблемные точки и думаем вместе, как их можем решить, как могут ребята поучаствовать в решении этих проблем. К слову, на одном таком уроке ребята рассказали об открытых люках и представители госадмитехнадзора тут же взяли на карандаш этот факт. Озвучивают дети и отсутствие лавочек, неприбранные газоны. В школе номер один, где проходил очередной урок чистоты, директор рассказывает, что ребята к порядку, приученные с молодых ногтей. Дети наши знают, что весной и осенью мы проводим субботники. Они это знают и относятся с пониманием к этому мероприятию. Субботник мы проводим уже вторую неделю. Постепенно убираем территорию. Территория огромная у нас, стадион большой, который тоже нужно очистить от прошлогодней листвы и грязи и так далее. Знают дети и о дежурстве в столовой и в классах, впрочем, еще одно напоминание о порядке. Лишним точно не будет. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Проходил такой в первой школе, а может быть еще где-то проходил такой урок чистоты? Да, проходили. Охват прошел практически по всему Ленинскому району. То есть в каждой школе, да, старались? В каждой школе проводили. То есть были и в Развилковской школе, и в Калиновской школе, были в Измайлово, и в Владарске. То есть охват прошел практически по всем школам района. То есть это по плану, да, То есть это каждый год? Это раз в год проходит? Ну, практически вот в этом году мы проводили его в конце сезона, учебного сезона. Можем также проводить вот эти мероприятия в начале сезона, вот как раз учебного, то есть в разные временные, то есть грамки проводятся. Или может быть лучше вот в летний период? Вот сейчас как раз закончился год? Да, это вот как раз перед летом. Вообще с детьми очень интересно. Во всех школах охват был пятых-шестых классов. Вот как видно было на ролике приводили тоже наглядный эксперимент, можно так назвать, то есть рисовалось дерево, на них вешались листики, на листиках вешалась та или иная проблема. То есть дети, причем данную проблему писали дети сами. Вот что у нас в плане содержание чистоты и порядка на территории, что вот они видят. И дети писали, причем с таким энтузиазмом, то интересно было смотреть. И потом дети делились на группы, и эти вопросы они пытались решить уже сами предлагали какое-то решение. Да, сами предлагали решение. Было очень интересно смотреть за их энтузиазмом, как они подходят к этому. То есть были выбраны 5-6 классы, а младше? Или вот это такой оптимальный возраст? За время проведения определились то, что все-таки дети уже более сформированные на осознание чистоты. То есть в этом возрасте? Да. Так, ну а в летний период какие планируются проводить мероприятия и может быть с какими вопросами чаще обращаются жители? Жители часто обращаются летом по состоянию территории, мест общего пользования, отдыха. Теперь же береговые зоны, пляжи, потому что кто-то отдыхает, после своего отдыха весь мусор, который у них скопился, они с собой его забирают, кто-то наоборот оставляет, и граждане на это жалуются. Приходится опять же заниматься, устанавливать собственника и привлекать к тому, чтобы территория была приведена в надлежащее состояние. Рейды по пляжу проходят. Рейды по пляжу. А у нас много официально каких-то пляжей? Как вы выезжаете? По какой информации? Места-то все равно есть. Люди отдыхают на водоемах, и люди пишут. Мы же не можем сказать, что это место не определено для отдыха, и заниматься этим не будем. Любое обращение граждан, мы обязаны на него отреагировать, и мы выходим, смотрим, граждане, все-таки радостная жизнь граждан, это все-таки превыше всего. Так, ну еще какие мероприятия? Ну, тут уже, как говорилось раньше, дачники, засада, смотрим состояние территорий, смотрим, чтобы на внутридворовых территориях регулярно производился окоз травяного покрова, потому что если его не косить, вырастает бурьян, и потом сохнут, и неэстетично это выглядит. Так, здесь вопрос от телезрителей, будут ли облагораживаться пляжи на Спасском пруду? Я думаю, наверное, будут, потому что если зоны отдыха массовые есть, то администрация все-таки заинтересована, чтобы данные зоны были приведены в ближайшее состояние, то есть на них были места для сбора мусора, подхода, подъезда к ним, чтобы это все выглядело цивилизованным образом. А есть какие-то организованные пляжи у нас в районе? Есть, но насколько мне известно, они все платные. То есть бесплатных нет? Я думаю, что нету, наверное, наверное, будет так проще сказать. Только платные. А вы уезжаете все равно на платные? Смотрите их? Не отличается ничем. Граждане находятся, вот где есть граждане, фактически там есть и мы. То есть там тоже все равно нарушают? Конечно. Только на закрытых пляжах там все-таки есть собственник, который, помимо всего прочего, он следит за тем, чтобы граждане не нарушали. Так, еще один вопрос от телезрителей. Жаковидное Белокаменное шоссе. Детские площадки в наших дворах находятся в плачевном, даже непотребном состоянии. Разберитесь, пожалуйста. Спрашивает Ольга. Ну, по данному вопросу тогда инспекторский состав у нас будет на территорию. И на Белокаменном шоссе проведут надзорные мероприятия для того, чтобы все-таки привести данные площадки в надлежащее состояние. То есть вы не были на этой территории? Не проходили рейды? Не было проверок? Все самое интересное в том, что в каком состоянии они в ненадлежащем находятся. Есть ряд детских площадок, которые мы посмотрели, которые, допустим, нельзя еще покрасить, еще не успели. То есть на части детских площадок еще действует предписание об устранении допущенных нарушений. То есть управляющие компании стараются мы стараемся в первую очередь привести площадку так, чтобы она была безопасна. То есть первый вопрос это безопасность на детской площадке. И эстетичность уже идет следом за этим вопросом. То есть если какая-то площадка небезопасна, то стараются оградить на нее просто доступ. то есть бывают жалобы, что просто не покрашены конструкции? Бывают жалобы приходят на то, что в соседнем дворе поставили детскую площадку нового образца, современную все, а вот в данном дворе еще стоит старая площадка. То есть она у нас в ненадлежащем состоянии. То есть при общении с гражданами выясняется то, что им просто хочется площадку уже более современной. И смотришь, опять же, разбираешься в плане есть эта площадка, нет этой площадки в плане какая ситуация вот именно по данному вопросу. Потому что по хорошему счету хотелось бы взять все сразу и поменять все площадки на новые, но, к сожалению, такого не получается. А сталкиваетесь с таким проблемой, что вроде бы новое оборудование, новые игровые формы, но все равно уже в ненадлежащем виде. И такое бывает. На многих детских площадках размещены информационные материалы, указывающие возрастную группу. Но тоже достаточно часто встречается так, что возрастная группа не соблюдается. То есть те игровые элементы, которые предназначены до 10 лет, используются детьми, которым уже свыше 10 лет, и некоторых даже гораздо выше. То есть материалы и элементы просто не выдерживают. Либо элементарные акты вандализма уже. Просто опять же со стороны детей, и такое тоже бывает, к сожалению. Наш прямой эфир подходит к концу. Вот последний вопрос, который я задам. В нашем городе облагораживаются парки и скверы. А будут ли специальные места для пикников? Ну вот, насколько мне известно, вот в новых построенных микрорайонах, там, если строить микрорайоны, и уже сразу обустраиваются непосредственно места, места и зоны отдыха. То есть обустроены уже с лавочками, с беседками, с местами для мангалов ставят. Они не закрыты, то есть им пользуются может кто угодно. То есть постепенно, постепенно, постепенно территория обустраивается и приводится уже к состоянию к такому, то, что класс радуется все-таки. Спасибо большое, Максим Александрович, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Максим Шмелев, консультант территориального отдела номер 25 Гусатом технодзор Московской области. До новых встреч, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова